Вот уж действительно Волгу бросает то в жар, то в холод. После пяти матчей без забитых мячей команда Андрея Талалаева выдает потрясающую серию. Четырех побед в последних четырех турах не удается добиться даже лидерам лиги. Хотя в первом тайме матча с «Соколом» красивого футбола на поле зрители не видят. Разве что удар у Риди можно отметить. Зато во втором тайме атакующий потенциал Волги раскрывается в полной мере. Новичок команды Эдуард Суханов заряжает издали и голкипер саратовцев допускает первую результативную ошибку. 1-0. При том, что Саркисов уехал в сборную. Он уже там сенсацию творит. Вместе с Арменией форвард Волги отобрал очки у амбициозных сербов. Но волжане и без него, оказывается, играть умеют. Ребята доказали, что мы не команда Саркисова, не команда Талалаева, команда Волга. Которая строится, которая много работает и очень много хочет. Для этого мы будем еще больше работать. Может, именно отсутствие Саркисова мобилизует Волжан. Например, Полянин успевает практически все. И передачи раздавать, и в обороне отрабатывать. Но, продолжая разговор об отборочном цикле Евро, можно отметить тот факт, что Волга, как и сборная России, сама себе проблемы создает. На 83-й минуте матча вышедший на замену Павлов завершает красивую комбинацию Сокола. 1-1. Но это еще не все. Снова помогает голкипер Сокола Барсуков, который ни с того ни с сего сносит игрока Волги в своей штрафной. На последней минуте игры очередную ошибку допустил воротарь, который организовал пенальти в наши ворота. Объяснений у меня этому нет. Поэтому в итоге проиграли 2-1. Хотя, на мой взгляд, все-таки игра, наверное, больше была ничей. Пенальти реализует Леандро. 2-1. Победа Волги. Теперь команда Андрея Талалаева поднимается на девятую строчку в турнирной таблице. До зоны вылета 9 очков, до лидера ФНЛ 8. Пока Волжан можно назвать середняком. Но победная серия действительно впечатляет. Александр Быков, Сергей Пермовский. Объективно. Спорт. НЛТВ.